Открытие в себе, в состоянии или чувства любви. И любви необусловленной. Что такое любовь необусловленной? Это любовь, чувства, которые независимы и независимы от того, какое впечатление производит человек. Он может быть воспитанным или невоспитанным. У него может быть мировоззрение, не схожее с вашим. У него может быть речь, которая совершенно не соответствует вашим представлениям о красивой речи. У него может быть внешность, не соответствующая вашим эстетическим идеалам. Человек может одеваться не так, как нравится это вам. Человек может не совершать тех поступков, которые вы считаете правильными. Или наоборот, совершать те поступки, которые вы считаете неправильными. Некоторые говорят о безоценочности. Но если бы была безоценочность абсолютной, то, наверное, не было бы стремлений к совершенству. Потому что из чего бы она возникла? Если все хорошо. Грязь хорошо. Чисто тоже хорошо. Из чего бы возникло стремление к хорошему, ну, скажем, к чистоте? Вкусно приготовленная пища в ресторане? Можно ли? Или невкусно? Можно относиться к этому безоценочно? Но, наверное, тоже нет. Другой вопрос. Что мы можем по своему решению, по осознанному, зачем, надо, скажем, более изъявлению, или сказать о том, что приготовлено не вкусно, или не говорить. То есть, когда говорят о безоценочности абсолютной, то что имеют в виду? Безоценочно относиться? На мой взгляд, это неправильно. Мы относимся с некой внутренней оценкой. Хорошо или плохо. Но сохранять в себе состояние спокойствия и любви даже к тому несовершенству, которое мы видим. В этом, очевидно, смысл и высший пилотаж мастера жизни мага. Итак, о безусловной любви. Что это такое? Это осознанное воспитание в себе, намерение стать человеком нежностью, человеком спокойствия, спокойной нежности. человеком, в котором есть душевный посыл добра и хорошего любого. Тому, который мусорит или который, грубо, разговаривает или к тому, который следит за чистотой и разговаривает вежливо. То есть, к оценочным явлениям относиться одинаково, нежно, спокойно и адекватно у любви и с нежным душевным посылом добра разным людям с их разными качествами и появлениями. И осознанно работать над этим, чтобы сердце стало милосердно, нежно, добрым, чтобы душа была спокойной, нежной и мило направленной к людям с милостью, с нежностью, с любовью. Вот это то, что и есть необусловленная любовь. Состоянием необусловленной любви нужно пользоваться и для создания любви в отношении между вами и кем-то. Но, впрочем, любовь в людях и возникает к человеку, который является этим спокойной любовью. Это сам человек, это ум становится этим. Человек любовь, человек нежности, человек милости. Давайте поработаем техникой над тем, чтобы стать таким человеком. Человеком любовью. синхронизируйся. Аж давай, сведленно чёно синхронизируемся. на вдохе вы слегка отдавляетесь назад. На выдохе вперёд. Вдох назад, выдох слегка вперёд. Вдох назад, выдох слегка вперёд. Вдох назад, выдох слегка вперёд. Прочувствуйте, как расслабляются ваши стопы. Вдох Прочувствуйте, как захотели расслабиться и икру муку. Прочувствуйте, расслабляемся икру муку. Наражаем лбу к своим ногам, к ступням, мышцам, крыг муку, к венам, суставам, к мышцам, выражаем лбу. Волна любви поднимается выше, ниже стены, коленей, муку. Выразим любовь, выразим нежность, волна любви и расслаблений поднимается выше, бёдра, блесень и нежность. к мышцам ленин, косной системе, кровеносной системе, кожи. Захотелось погладить, захотелось пригодить, выражать нежность. Если мы становимся самой спокойной на голове, мы весь нужен выражать и к своему телу. Волна нежности и любви поднимается выше, к ордену малого от вас. Мы выражаем нежность, выражаем любовь, как маленькие есть. Мы любим позвоночник, выразим нежность к своему телу, к самому себе. Волна нежности и любви, нежность и любви и благодарность выражается нашему кишечнику, нашему желудку, печени, поджелудочнику, желчному пузову, двенадцати перспективе, нашего пищевого волна нежности и любви поднимается выше. Наши легкие, бронхи, сердце и вся сердечная система, сердечно-сосудисты выразим любовь и благодарность. Мы становимся нежностью любови. волна нашей нежности охватывает нашу шею, горло, голосовые связки, голову, лицо, милое лицо, нос, уши, наши руки и наши голосы выразим нежность, станем нежностью к самому себе, к своему уму, к своему молоку, великой системе, нашей нервной системе, ко всем системам функционер нашего организма. мы выразим нежность любовь и благодарность нашему голосу, нашему слуху, нашему зрению, нашему дыханию и нашему сердцу. Еще раз, выразим нежность и благодарность, мы становимся любовью и нежностью. Наше тело расслабилось, нервная система расслабилась и успокоилась, наш ум успокоился, мысли становятся все реже и неже, умная спокойность изерцательства, состояние любви, любви, нежности и благодарности к своему своему телу, к самим себе. Мы можем выразить нежность и благотворенность своей душе, всегда стремящейся к хорошему, к спокойствию и любви, своему и любви, своим умом, всегда стремящимся, понять, усредить и созидать нежность выражая и благодарность всем системам своего доброго тела, своего тела, чувства нежности и любви, любви, чувства нежности и любви, этим восстановимся сейчас. Вдох и выдох, вдох слегка назад выдох, слегка вперед, вдох слегка назад выдох, слегка вперед. наше тело очень хорошо расслабилось, и мы почувствуем с некоторым удивлением радость, любовь и нежность к своему телу, к самим себе. Мы становимся этим состоянием это как обретение, база и основы, спокойная нежность, любовь и благодарность. И теперь когда нам это удалось и получилось стать внешностью и любовью к самим себе, мы это чувствуем можем сделать больше, более теплым, надежным мы держим его в себе, то становится нашей основой, нашей базой. И когда мы так полюбили и прочувствовали, то спокойная нежность любовь, благодарность к самому себе, к своему телу, к своим чувствам, к своей созидательности, ума, к самому благородному в себе. Мы становимся такими могучими и силами, и такими щенками на нежности и рыбы. Став такими наполненными людьми, что мы изучаем эту нежность и любовь. ко всем, к душам людей, к их уму, к их телу, к их поискам истины совершенности, к их старанию жить хорошо, нести какие-то свои нежности. Мы изучаем нежность и любовь, спокойное и тепло. Мы с удовольствием и радостью отправляемся сейчас всем. И это значит, что мы будем всегда быть в состоянии, душевных обогреваться для людей, любых людей. и Став внешностью его к самим себе, к своему телу, к своему организму, к своей душе, умением чувствовать, умением мыслить и созидать, хотеть хорошего. Став этой любовью, нежностью и благодарностью ко всем системам своего многопланового тела. мы посылаем эту любовь и нежность к миру. Мир во всех его проявлениях, нежность и пожелания хорошего. Мы любим прикольно. Мы понимаем и можем слышать разговор деревьев. мы можем сами разговаривать с миром животных, с душами, кошек и собак, цветов, которые у нас дома или на улице, с птицами, даже с воздухом, водой, с с явлением природы. Мы можем разговаривать с домами. Мы можем разговаривать с долгами и автомобилями. мы можем разговаривать с продуктами, которые видим и хотим купить или не хотим. мы ставлю нежность любовь к самим себе, так наполнившись этим любовью к себе, осознанием своей необыкновенной ценности, необыкновенной ценности, ценности жизни, ценности ума, любви и нежности к этим системам, нас, системам нас, нашего тела, задуманного и святого имена о Бога. Мы так наполняемся любовью, нежностью, благоверностью, что мы эту любовь и нежность дарим мирным людям, своим близким, и мы выражаем намерение души созидать любовь, созидать и обогревать души людей. Мы можем представить себе сейчас и увидеть, видеть, каким солнечным восстановиться. Можно прочувствовать разогревание в области сердца. Может быть, кто-то и тоже чувствует. видеть какие-то картины или вспомнить какие-то эпизоды жизни, когда вам удалось общаться со со своими домашними питомцами с кошками или собаками и вы удивлялись, что не прием вас. ты разговор на уровне любви и души. Может быть, вы удивлялись, что получается уговорить солнце развеется облака. Они слышат и мысль наша такая могучая, способная сделать все. Мы созидаем добро, мы несем это добро, пропитываем и любовь, нежности, тепло к этому чуду, чуду природы бытия, к самим себе. И эту любовь, это солнце себя отдавим всем. сейчас вы можете побывать в этом состоянии наполнением любви, нежности. мы выросли намерение стать этой безусловной нежностью. нежностью. Эта работа прошла вполне успешно. Мы намерены найти проявления, удивляющей вас удивляющей тем, как вы больше любите себя, очень любите себя, как вы тепло стали относиться к вашим близким, воздуху, 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 теплу и опусту. То есть независимо от того, в каком момент настроении и как проявляем себя. Ваш душевный посыл, нежность и любви. и желание полагреть их души. Побыв еще некоторое время, в этом приятном, очень комфортном состоянии, вы постепенно начнете возвращаться в состояние здесь и сейчас. Но те процессы, которые мы вывезли, начнут приятны начнут открыть глаза, посмотреть на свои любимые руки. души, но еще раз выразить удивительное тепло и благодарность своему телу, своему лицу, его красоте, его красоте, благодарность, тепло. телу, кстати, вы будете чувствовать себя более здоровым, потому что любовь это как хорошее масло для эффектив помогает работать хорошо. Открыли глаза, можем вздохнуть, можем потереть ладошки, можем улыбнуться и чувствуем себя все хорошо, удачи, хорошего настроения, успехов, творчества, созидательности, силы, любви, к себе и обусловлены ко всем и ко всему миру. С вами была Валентина Вильякова. и в 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 Продолжение следует...